Господь, и над учёсами, только не будьте советом Его и голосом Его, и не смотрите на то, что мир, ибо в мире будет и смятение, говорит Господь. Люди будут избегать от страха и от бедствия, и будут говорить, о что это такое, о почему это такое. Будьте спокойны, ибо это что идёт не на вас, говорит Господь. Вы пройдёте, как бывает, попадаете в пустучу, но когда человек укрыт, надёжно укрыт, и его не заливает дождь, и более-менее страшно, он в безопасности. Так над вами, говорит, рука Божьей милости, говорит Господь, и ангелы будут вас охранять, ваши выходы и входы. Но придёт такое время, что вы будете молиться не обратной молитвой, выходя из дома вашего будете спрашивать, Господи, можно не идти, останутся жива, возрасту с ним дом своей целую, и не будет надо мной насилия, и не будет надо мной гнусного. И если я скажу, дочь моя, или сын мой, не бойся, я охраню путь твой, и возрасту тебя, будете идти. Вот тогда научитесь голосу совета моего, и исполните на данном писании, правильный будет верующий Господь, ибо сейчас вы отправляетесь по своим желаниям, по своим направлениям, по своим связям и договорам. Но придёт время, когда вы желаете, вы скажете, а вдруг я его захожусь, а вдруг убьют, а вдруг ещё что станется. И если я буду открывать, то ждите, собирайтесь, не молитесь, никто не поведет, тогда слушайтесь. А если скажу, сегодня опасность, сегодня будьте по домам вашим, тогда слушайтесь голоса моего, и вы ходите даже с домом ваших, ибо пройдёт над вами, как тут же, как бездетия. Нам ненадолго, говорит Господь, но тревожные евреи приближаются, говорит Дух Святый. И если будете руководиться моим советом, то говорите, и сын, и детьми моими, и научитесь, что значит ходить в Духе и руководиться Духом Божим. А тогда после них духовное, и откровение вы кислите Господь, и голос Духа Святого, ибо будут пути ваши проверять для Господь. А в трудное время вестников своих будут тоже посылать, и хотя будет опасность, будут проходить через заграждения, через посты, говорит Господь, через охрану. И если я скажу, иди прямо на них иди, не бойся, и пойдут, и никто не повредит, ибо будут люди в страхе, и будут искать Бога спасения. А вестники не будут пожирать великую жатлу, и будут осозреть жатла, и когда будет страх на людей окружающих, то будет искать спасение. Увидите, как это тревожное время умножить спасенные люди, как и зуберцам благодать, а народу не уйдет, а духа недоясни, вы будете возвышать истину, и никто не пригодит благовествование. Хотя здесь тревога, но это будет не против вас, говорит Господь. Будьте спокойны, доверяйтесь Господу, говорит Господь. А в нынешнее время молитесь, чтобы вы не отпали, чтобы вы не были робкими, чтобы не искали убежища, и не говорили, как жаль, что вы не переселились в другие страны. И там будет беда, говорит Господь. Не найдете укрытие на земле, говорит Господь. Такую страну, где бы было спокойно. Когда достигнете горного, говорит Господь, там уже будет спокойно. Там не достигнет ни буря, говорит Господь, ни гроза, ни беда, ни слеза, ни искушение, ни похоть и ни болезнь, говорит Господь. А ныне все должно предовещено стоять. Посему не эти возможности и днем, и ночью о себе молитесь, о близких, о народе моем, и Бог будет испытан народной, и как зерна в решете пересевает, чтобы все не кинули, так вот этих мякина чисто и зерно останется. Я так и не хочу вас видеть. И когда очиститесь от всех сквер ваших, и землю благодать мою, и от Духа моего, и дам полномочия мою, говорит Господь, и многих новых изберу, на место старых. Первые станут последними, а последние первые мы, и вот я ударами, говорит Господь, и подвиниться дело спасения моего, говорит Господь через молодых, но доверенных мне проверил, и говорит Господь, их пресня, а потом дам зину мою, и исполняет вожину на земле, и пойдет дальше в благовестувание. Будьте в тему достойны и готовы, о судьбе своих не ставьте на первое место, и это кому нужно я устрою, говорит Господь, а кому не нужно я, дам силы перейти, говорит Господь, и будет преложное время такое, что скажите, не до любви, не до семейной жизни, а как бы сохранить жизнь свою, и как бы спастися. Потом, когда вы снова вырунете жизнь ваша, говорит Господь, и снова будете сеять, и строить, и заниматься, но будет такое время, когда нужно переждать, как бывает буря, и люди укрытия, говорит Господь, не до работ, говорит, нужно все просить, а чтобы спастися. Так и вы будете спасать свои души. Не общайтесь, молитесь, и когда есть возможность, посещайте друг друга, и будет на короткое время прекратиться, и это возможность, говорит Господь, что вам не жалеть, и не говорить, была возможность, а мы попусту тратили время, сидели коло экрану, коло телевизору, коло мобилов, попусту лишние говорили, и пользовались даром временем добрым, говорит Господь. Если испытание придет, и вы будете укрыти на силы моей, вам будет не страшно, и вы будете знать волю мою, говорит Господь, будете руководителем моим советом, и люди вам будут заявлять, скажут, почему они такие спокойные, что с ними такое, но вы будете знать секрет наше спокойствие, в руководстве воли и Божией. Так делайте, и будет благо душа вашим, и пройдете, и пойдете дальше, говорит Господь, для блага вашего и для спасения вашего. Аминь.